Памятные доски Памятные доски Страница в истории Карганды космическая. Кроме вышеупомянутой доски в городском аэропорту, есть подобная на старой гостинице «Чайка». В память приземления космонавтов мемориальные сооружения были установлены на территории Асакаровского, Нуринского, Тельманского районов. Мемориальные доски Мемориальные доски Это мемориальные доски есть, посвященные определенным фактам историческим, каким-то памятным событиям в жизни нашего города. Но таких, конечно, значительно меньше. Больше всего открываются мемориальные доски, конечно, посвященные определенным личностям. Вот, например, наши люди проходят, когда мимо мемориальной доски, посвященной Феодосию Кривогуза в Михалке. Вот кто-нибудь задумается, кто это, почему ему открыта мемориальная доска. Очень мало людей любопытных, любознательных, которые бы остановились, заинтересовались. Мемориальные доски Мемориальные доски – это очень большое событие для не только семьи, в которой родился этот человек. Это большое событие для нашей области. Вот недавно открылась мемориальная доска, посвященная Ясенбеку. Мало кто знает, что это за замечательный человек, что он не просто человек, который внес клад. Он внес клад в несколько отраслей промышленности нашей области. И к тому же он очень известный тренер греко-римской борьбы. Вот буквально мая этого года мемориальная доска открылась по улице Комиссарова. Мы вот специально ходили, фотографировали открытие этой доски, саму мемориальную доску и представили такой вот небольшой материал об этом человека на сайте нашей библиотеки. Вот недавно открылась доска, посвященная Минбаеву, Сиит Ахмету. Мы вот стали искать о нем материалы, знаете, буквально несколько строчек. В энциклопедии о нем ничего не сказано. Источников периодических изданий тоже практически нет. И мы уже окольными путями такую цепочку сделали, обратились в управление геологией. То есть мы знали, что он выдающийся геолог. Дальше никаких источников не было, никаких биографических данных. И мы вот вышли на сына Минбаева. Он нам предоставил все материалы. Эти материалы мы тоже выставили на нашем сайте, вот в этом разделе «Кровеческие прогулки». Семья очень была рада, потому что, говорит, наш отец действительно внес вклад большой в промышленное развитие нашей области. О нем нет ни книг, ни статей, никаких материалов. Мемориальную доску открыли даже при малом стечении народа. Была только семья и несколько представителей общественности. А это был замечательный человек, выдающийся геолог, который внес вклад в развитие геологической науки не только Центрального Казахстана, а всего Казахстана. Есть сейчас вот такая тенденция в последние годы, не просто мемориальная доска открыта на стене здания, а открываются памятные доски. Шакиров, Ашляев, Алиханов, Жан Гожин. Вот об этих личностях мы тоже нашли много материалов, разместили тоже на нашем сайте. Молодые люди сейчас, школьники, ну, нелюбознательные. Я сама была свидетелем вот такого случая. Идет бабушка с внуком, и внук спрашивает, а что это такое? Показывает на дом, где висит памятная доска, посвященная воину-афганцу, погибшему в 1988 году во время боевых действий в Афганистане. И, естественно, и бабушка ничего не смогла сказать, и окружающие люди ничего не могли сказать об этом человеке. Это очень обидно, потому что люди погибли, память о них должна сохраняться. Мы должны знать историю своего края, любить ее, изучать, потому что, как правильно сказал президент страны, что любовь к родине начинается с любви к малой родине. А малая родина – это для нас Карагандинская область, город Караганда. Не все мемориальные доски, цель которых увековечить память, достигают этой цели. Установленные в былые годы, не все они, к сожалению, сохранились до нашего времени. Например, на здании объединения Караганда «Уголь» долгие годы висела доска, посвященная одному из руководителей угольного бассейна, герою социалистического труда Петру Михайловичу Трухину. Теперь ее нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова